МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неделя выдалась богатой на самые разные события. Рассказать есть о чём. Здравствуйте, меня зовут Андрей Пахабов. В эфире программа «Семь дней. Смотрите сегодня». Глава Хакасии публично отчитался о работе правительства. Какую оценку услышанному дали депутаты? На станции «Аскиз» погибли трое детей. Почему возник пожар и можно ли было избежать страшной трагедии? Врачи осматривают жителей села Краснополье. Какие недуги выявлены при обследовании людей, пивших урановую воду? Внимание! В Хакасии масочный режим. Группы проверяющих вышли на маршруты. Что важнее, штрафы или здоровье? Лекарства в миллионы рублей. Ребёнок из Пригорска получит самое дорогостоящее лечение в мире. Что значат для семьи спасительные уколы? Аэропорт Абакан назовут именем Василия Тихонова. Давайте помнить биографию лётчика, бомбившего Берлин в первые дни войны. Глава Хакасии представил парламенту отчёт о работе правительства. О состоянии дел он говорил открыто и подробно. Были затронуты темы экономики, образования, культуры. Впрочем, на некоторых сферах жизни республики Валентин Коновалов сделал особые акценты. Глава региона, не скрывая, 2020-й для республики стал годом потрясений. Всё дело в пандемии, как следствие, падением деловой активности малого и среднего бизнеса. Все помнят пустые парки, закрытый спортзал и общепит. Зависимость угольной и алюминиевой промышленности от колебания цен на мировых рынках также не позволила получить запланированный доход. Бюджет республики только в прошлом году недополучил налога на прибыль около 3 миллиардов рублей. Внезапный кризис заставил перестраивать систему здравоохранения. Требовались палаты для больных коронавирусом. И это в условиях кадрового дефицита. Обеспеченность врачами примерно 70%. Для привлечения специалистов правительство региона разработало меры дополнительной социальной поддержки. Принять единовременную выплату вновь трудоустроенной медицинской организации Хакаси с учетом обязательной отработки в течение 5 лет на селе любому врачу 500 тысяч рублей, фельдшерам и акушеркам ФАПов 300 тысяч рублей. В Хакаси остро стоит вопрос обеспечения лекарствами на селе, особенно отдаленном. Ведь бизнесу это невыгодно. Поэтому Минздрав Республики организует поставки препаратов через районные больницы. Есть предложение о создании мобильной медицины. Все районы получат как минимум два мобильных медицинских кабинета с флюорографом и мамографом. Четырем районам будет выделен передвижной медицинский комплекс для оказания первичной медико-санитарной помощи и такое же количество передвижных стоматологических кабинетов. То есть, в общем-то, проведение профилактических мероприятий, оказание медицинской помощи у нас станет возможным даже для самых отдаленных населенных пунктов. Что касается социальной политики, то правительство выполнило все взятые обязательства. К примеру, в медицину вложено более 19 миллиардов рублей. Возвращаясь к экономике, глава Хакэсси проанализировал достигнутые республикой показатели. Несмотря на объективный спад, по строительству жилья регион в российских лидерах. По промышленному производству мы вторые в Сибири. Это говорит о своевременно принятых мерах по поддержке бизнеса. Оборот розничной торговли в республике практически сохранился на уровне 19-го года. И это первое место по этому показателю у нас по Сибирскому федеральному округу и 13-е место по России. В завершении выступления Валентин Коновалов еще раз поблагодарил медицинских работников за самоотверженный труд. Отдельное спасибо волонтерам за помощь во время пандемии. Отчет о работе правительства Хакэсси представлен. Сейчас о том, какую оценку дали ему в парламенте республики после сессии. Рубрика «Глаз народа». Я как сенатор работаю со всеми практически министрами, с главой правительства постоянно в контакте. Должен сказать, что профессионализм качественно вырос, сплоченность, единая позиция и политика единая правительства. И я бы сказал так, что правительство очень хорошо прибавило. Оценка работы невероятворительная. А это все зависит, все идет от команды. Глава много делал обещаний, но про эти обещания никто не забыл. Все ждут, когда они будут исполняться. Главное обещание профессиональной команды. Два с половиной года это уже серьезный срок, чтобы уже начать эффективно работать. Обязательства по социальному блоку были выполнены в полном объеме. Участие в национальных проектах правда хромая. Хочу пожелать правительству на это обратить особое внимание и потянуться. В целом фракция Коммунисты России работу правительства признала удовлетворительной. По цифрам, которые мы увидели, идет именно повышение, улучшение тех именно качеств, которые раньше были по республике. Даже сравнение с 2019 годом. Хотя и 2020 год очень был сложный, но тем не менее правительство старалось и где-то даже сработало на плюс. Наш социальный блок, имею ввиду образование, работали нормально по реализации нацпроектов. Строились школы, детские сады. Поэтому не отнимая то, где можно было сделать лучше, все-таки есть достижения, за которые не стыдно. Я считаю, что отчет прошел очень успешно. Показано, что регион работает, работает по наращиванию доходов, собственных доходов. Они растут по разным видам налогов. То, что происходит, просадка по налогу на прибыль, это не беда республике Хакасии, не вина ее. Это несовершенство федерального законодательства, позволяющее уводить прибыль в офшорные зоны. Многие люди с удивлением, возможно, узнают, что правительство работало очень хорошо. И на самом деле успехов очень много. Несмотря на сложную ситуацию, 20-й год, он, на мой взгляд, оказался самым продуктивным по работе. Мы неплохо вышли из этой ситуации. Фактически, вот таким принятием отчета мы признали, что работа правительства удовлетворительна. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели трех детей на станции Аскиз. В одном из бараков накануне вспыхнул пожар. Малыши надышались угарным газом. Спасти их не удалось. Катерина Ярушина с места событий. Иван Малышев, дядя погибших, мужчина сквозь слезы, рассказывает беду много, что предвещало. Оба родителя курильщики. Младший любил играться с огнем. По одной из версий, пожар как раз и возник из-за детской шалости. После возникновения пламени квартиру заволокло редким дымом. У души мальчика настигло в коридоре, его сестры успели спрятаться в ванной. Уже вытаскивали, верно говоря. Через окошко, через окошко уже. Вам сказали? Да, я уже ломился через двери. Детки, видать, сами приоткрыли, потому что вещь раскрыта неправильно. Она криво открыта. Кручку неправильно привернули. То есть, если бы смогли, выкругнули, наверное, да? Да, что здесь? Я оттуда вылечу, емко, даже не замечу. Пожар начал распространяться из детской комнаты, учитывая, что перекрытие, потолки деревянное. Огонь распространился за считанные минуты. А в детской комнате не осталось и следа от кровати и других принадлежностей. Специалисты говорят, планировка квартиры такова, что у детей не было возможности выбежать в подъезд. Первыми почувствовали гаре дым соседи. В подъезде сразу разбили окна, чтобы дым выходил наружу. Константин Сапронов бросился на поиски детей еще до приезда пожарных. Стук в дверь, горим, пожар, выбегайте. Мы все выбежали, меня попросили лом. Смотрите, квартиру седьмую. Я забежал, взял ломик, подал ребятам. Ребятам давай ломать. Пытались, пытались, я долго не думал. Думал, что бегут, а может, дерево, окошки открыты, еще что-то. Побежал, побежал дома, на углу дома, на втором этаже смотрю, на проветренное окно, по стенке залез. Открыл окно, залез туда тряпку, смочил, пополз туда, пытался найти детей. Ну, это... Там просто такой запах, что там не продохнуть, не глазами. Из дома эвакуировались 8 жильцов. Прибывшие огнеборцы детей нашли и доставили в больницу. Но, несмотря на усилия врачей, все трое скончались в реанимации. Известно, что в момент трагедии малыши были дома одни. По версии следствия, мать закрыла дверь на ключ и ушла по делам, оставив дочери и сына без присмотра. Женщина была задержана. Местная администрация решает имущественные вопросы. В бараке всего 8 квартир, половина нежилые. Частично пострадало имущество и еще двух семей. В связи с трагедией на станции Аскиз глава Хакасии выразил соболезнования родным и близким погибших. Валентин Коновалов также обратился ко всем жителям и руководителям структур республики, призвав объединить усилия в вопросах детской безопасности. От имени правительства республики и от себя лично выражаю родным и близким глубокие соболезнования в связи со случившейся трагедией. Дети – это самое ценное, что у нас есть. Ужасно и горестно, когда мы их теряем. Я обращаюсь к жителям Хакасии и в первую очередь к родителям. Не оставляйте малышей без присмотра ни на секунду. Важно разговаривать с детьми, объяснять им правила безопасности. Все руководители профильных структур, органов местной власти, педагоги, органы опеки должны по максимуму использовать свои ресурсы в проведении профилактической работы, в том числе с подключением СМИ. Особое внимание многодетным семьям, родителям из группы Риска и тем, кто находится в трудной жизненной ситуации. В селе Краснополье Алтайского района медики обследуют каждого жителя. Ранее питьевая вода в скважинах не прошла, контроль по урану есть превышение. Чтобы выявить, как повлияло загрязнение на здоровье сельчан, на месте работает бригада врачей. Оскар Артамонов продолжит тему. Николай Марков в прошлом месяце перенес инфаркт. Это событие разделило жизнь 72-летнего пенсионера на до и после. Еще недавно он управлял машиной, мог самостоятельно посещать районную больницу. Николай Анатольевич теперь как никогда нуждается в медицинском наблюдении. Поэтому приезд специалистов для него, равно как и для многих других сельчан, событие неординарное. Глазному надо было. Сейчас как хорошо, что Глазной приехал. Сейчас пройду еще. А то сын на работе, а на машине своей нельзя задыхать. Вдруг кто-нибудь, сердце, и так через раз дышит. О медиках, которые работают в Краснополе, с овоодушевлением говорят и другие сельчане. Люди уверены, без обследования им не обойтись. А ехать, ходить не можем. Туда приедешь, в очередь туда приедешь. То направление не дают. Конечно, спасибо, кто это все нам организовал, этот медосмотр. У нас здесь и районные врачи приехали к нам, прошли вот уже второй раз сегодня. Узкие специалисты с района и с республики, с центра здоровья были врачи. Первичный медосмотр стартовал в селе на прошлой неделе. Задача врачей – уделить внимание каждому сельчанину. Что особенно актуально после того, как в местном источнике воды Роспотребнадзор обнаружил превышение предельно допустимой концентрации урана. Узкие специалисты осматривают не только взрослых, но и детей в саду и школе. У нас был хирург, акшер-гинеколог. И наш врач общей практики. А сегодня приехал автоглова и еще раз терапевт. А в центре здоровья были диетолог и терапевт. Ну и там были свои обследования. На сахар, на холестерин, настроение организма, вес, рост, индекс массы тела. Если врачи выявляют проблемы, требующие дообследования, людей направляют в району или республиканскую больницу. По информации регионального Минздрава, трое сельчан поедут на прием к офтальмологу, десять – к кардиологу, еще один получил направление на операцию. По расчету медиков, чтобы охватить первичным медосмотром всех жителей Краснополия, а это порядка 600 человек, потребуется не меньше месяца. В республике продолжаются рейды по маскам. За многократное неисполнение постановления можно получить штраф. Проверяющие посещают рынки и магазины. Ключевая задача мобильных групп – не выявить нарушителей, а заставить беречь здоровье людей. Места, куда наведываются проверяющие, самые разные работы идут под патронажем республиканского правительства. В группах специалисты из разных ведомств. Рейды предусматривают проведение профилактических мероприятий на объектах торговли, общественного питания, оказания бытовых услуг населению, но там, где скапливается народ. На республиканском рынке довольно много точек, где работают продавцы, в масках и без них. У многих средства защиты есть, но как экспонат на подбородке. Что касается уличных торговцев, то к ним претензий быть не может. Я думаю, что на открытом воздухе не очень такая необходимость есть, потому что если вы находитесь в помещении, у вас больше контакта. А в воздухе, тем более у нас проветривание здесь хорошее, у нас такой необходимости нет. С одной стороны, вроде бы и расстояния друг от друга много, инфекция может и не перелетать, но надо, надо. Но вы же без маски. Ну, я привился. Я вот 18-го и второй раз 11-го марта. У меня иммунитет. Но я когда иду, где скопление народа, я всегда одею масочку и одею перчаточки. Все, я соблюдаю. Я считаю, нет. Ну, потому что мы в открытом пространстве, мы же не внутри. Здесь нет такой толпы. Как бы все равно хочется весной дышать, а в масках это ужас. Задача специалистов проверить за день не менее трех десятков учреждений. Их визиты не носят карательный характер. Важна профилактика и замечания. Изначально проводится устная беседа. То есть, если мы выявляем, что у сотрудников одета маска, допустим, ниже дыхательных путей, естественно, первое, мы выносим предупреждение. Какую-то устную беседу мы с ними проводим. Тем, кому были предъявлены претензии ранее, берут на карандаш. Если есть повторные нарушения, то выписывается административный штраф до 5000 рублей. Подобные рейды продолжатся. Никто точно не знает, когда закончится пандемия. Общественная палата Хакасии подвела итоги голосования по присвоению имени Международному аэропорту Абакан. В финальный шорт-лист вышли Петр Откнин, Василий Тихонов и Иван Ерыгин. Как рассказали организаторы, в ходе голосования наблюдалась накрутка голосов в социальных сетях. Для выявления так называемых ботов были привлечены эксперты в сфере информационных технологий из Хакасского госуниверситета. Члены общественной палаты проголосовали за то, чтобы аннулировать накрученные данные. По итогам подсчета победителем стал Василий Тихонов, герой Советского Союза. Летчик, бомбивший Берлин в первые дни войны. Компания «Некстур» готовит новые маршруты в Хакасию. В этом году программа связана с событийным отдыхом. Актуальным направлением для республики становится и сельский туризм. Перспективы развития сельского туризма в Сибири. Одна из обучающих сессий международного форума. Модератор, депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Светлана Максимова. Разработчик федерального законопроекта. У Вас огромный потенциал, огромное развитие сельхозпроизводителей. Я очень рада, что у Вас именно на мелкий бизнес очень большие виды. Они могут заниматься сельским туризмом. Ну и плюс, это, во-первых, закон предусматривает то, чтобы деньги от сельского туризма оставались непосредственно в районах, поселениях. Закон будет рассмотрен в Госдуме уже 19 мая. И в случае принятия фермеры получат новые меры господдержки и субсидии. Сельский туризм в Кокасе сегодня находится в процессе становления. Наиболее яркая тема сельского туризма отражена в традиционных национальных праздниках, ярмарках, местных сельхозпроизводителей, фестивалях. А это уже перекликается с событийным туризмом. Еще одно направление – гастрономическое. Все это в республике есть и развивается. Например, музей под открытым небом Улук-Хуртой-Ахтас разработал новую программу чайной церемонии. Травы собирают в Хакасии, обучение прошли в Китае. Министр культуры пригласила участников форума на праздник Тунпайран. Его посещают больше 55 тысяч гостей из России и других стран. Это беда и скачки, это и национальные виды спорта, это дегустация хакасской кухни, это показы моделей традиционной современной хакасской моды, это детские площадки, это аутентичные национальные площадки. В этом году Хакасия отмечает представитель республики. И вот объявлен годом Хакасского эпоса, поэтому очень много будет элитических сказаний. И это резонное представление по мотивам Хакасского эпоса. Следом – международный театральный фестиваль «Чирчаян». Оба этих мероприятия войдут в полетную программу, которую составляет на текущий год федеральный туроператор «Анекс Тур». Сейчас создают посадочные страницы. Туристы там смогут увидеть всю информацию о мероприятиях, о площадках, о возможных средствах размещения и будут иметь возможность приобрести как наземное обслуживание, так и пакетный тур под мероприятия, также и пакетный тур мероприятия, плюс экскурсионная программа. Также компания прорабатывает пакеты для вип-туризма, программу автоматизированной работы отелей и принимающих компаний республики с федеральными туроператорами. И проведет обучение, как работать по международным стандартам. Шестилетняя Полина Щетинина из Хакасии получит самое дорогостоящее лечение в мире благодаря президентскому фонду «Круг добра». Больной девочке сделают инъекцию препарата спинраза. О том, что для семьи значит уколы в материале Ольги Барловской. Шесть лет назад в семье Щетининых родилась долгожданная младшая дочь Полина. Родители радовались счастью, строили планы. В год и три малышка начала ходить, но потом состояние стало ухудшаться. Диагноз в два года, как приговор. Спинальная мышечная атрофия. Наследственное заболевание, приковавшее ребенка к инвалидному креслу. Нарушение функции нервных клеток спинного мозга приводит к атрофии мышц и в итоге обездвиживанию. Одна из наиболее частых причин детской смертности. Неизлечимо. Ну, из-под ног земля ушла. Когда нам сказали диагноз, сказали, что лекарства не существуют, поэтому не возите по врачам, даже смысла нет, не мучайте ребенка. Ну, в общем. Болезнь прогрессирует. Елена оставила работу и все время с дочкой. Полина любит петь, рисовать и общаться. Не, ну я часто рисую, у меня цветы, а мама хочет, чтобы я слезное небо нарисовала, как сейчас. Ну, я певицей хотела бы стать. Вот в машине как-то ещу в садик, вот фантазирую, когда я на сцене буду. Все эти годы Елена следила за созданием лекарства. И вот появилась спинраза. Первый в мире препарат для лечения спинальной мышечной атрофии. И единственный, зарегистрированный в России. Чем раньше взяться, тем лучше результат. В первый год необходимо 6 инъекций, а затем пожизненно. При этом один укол стоит 125 тысяч долларов. Больше 9 миллионов рублей. На этой новости все чаяния таких семей рухнули. Изначально мы, конечно, как бы все обрадовались, что вообще придумали это лекарство. Но потом пришла мысль такая, что вряд ли это возможно, потому что вот такие деньги. И это же не на один раз, это пожизненно нужно. В прошлом году правительство включило спинразу в перечень жизненно необходимых лекарств. Заново начались обследования и сбор документов в Минздрав. И тут Елена услышала про фонд «Круг добра». Он создан указом президента в январе этого года для лечения детей с тяжелыми, жизнеугрожающими, в том числе редкими заболеваниями. Средства будут поступать за счет повышенного НДФЛ для россиян, чьи доходы превышают 5 миллионов рублей в год. Конечно, не хватало такого фонда. Это, я бы сказала, прям спасательный круг для мной. Потому что многие заболевания, которые считаются палеоативными, фонды, как таковое, и не берутся за них. Но фонд «Круг добра», я думаю, что это такое спасение для таких семей, как мы. Елена подала документы в феврале, и вот результат. Лекарства для Полины уже есть. Семья готовится к госпитализации в Абакане. Мама переживает, уколы делают прямо в спинной мост. Но появилась надежда. Ну, хотели бы в идеале, конечно, чтобы она на ноги встала. Ну, если так не случится, я думаю, что люди и в коляске могут прожить счастливую жизнь. Взмыть над тайгой в окрестностях Красноярска, увидеть с высоты птичьего полета Лондонский Тауэр, насладиться закатом над облаками. Мечта любого романтика и будни пилота. В Хакасии, кстати, нашелся человек, готовый с помощью современных технологий подарить людям это незабываемое ощущение. В гостях у энтузиаста побывал Оскар Артамонов. Антон Репин, перенявший непреодолимую тягу к небу от своего отца, мечтал летать с детства. Не получилось, но предавать свою давнюю мечту он не стал, собрав собственными руками авиасимулятор. Все управляющие панели, все вот эти ручки, все это напечатано на 3D-принтере. Панели изготовлены из оргстекла, покрыты ультрафиолетовой печатью для нанесения всех надписей. Этот аппарат, напичканный всевозможной техникой, энтузиаст мастерил на протяжении трех лет. Антон тщательно выверял каждую деталь, изучал конструктивные особенности, перелопатил информацию из множества открытых источников. Результат того стоил. Ощущения просто непередаваемые, полное погружение в реальность полета. Ведь здесь детально воссоздана кабина пилота малой гражданской авиации. Находясь внутри этого тренажера, даже забываешь, что это всего лишь симуляция реальности. Как признается Антон, построенный им авиасимулятор высоко оценили профессиональные пилоты. Он позволяет отрабатывать различные навыки. Полеты в непогоду, нештатные ситуации, посадки и взлеты с любой воздушной гавани мира. Съемочной группе РТС, к примеру, удалось полетать над Лондоном. Профессия пилота, на мой взгляд, обделена вниманием. И поэтому хотелось бы, чтобы как можно больше молодых людей, детей в будущем выбирали такую профессию, как пилот. Неважно, где родился пилот, в Абакане, в Черногорске, в любом другом населенном пункте. Важно дать ему возможность понять, что он хочет стать пилотом. Впрочем, сесть за штурвал настоящего лайнера – дело непростое. Сегодня в России будущих гражданских пилотов готовят лишь в нескольких летных училищах и вузах. Абитуриенты должны обладать отменным здоровьем, превосходной физподготовкой и устойчивой психикой. Один раз в два года в Хакасии присуждается государственная премия имени Катанова. В 2021-м ее обладателем стал Игорь Леонидович Кызласов, наш земляк, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии Российской академии наук и сын известного хакасского ученого Леонида Кызласова. Подробности у Марии Мишниной. Сейчас Игорь Кызласов живет в Москве, но в республику приезжает часто. Регион представляет для него научный интерес. Игорь Леонидович посвятил изучению родины своих предков и ее истории всю свою жизнь. Одна из его работ – книга «Хакасы», основателя хакасоведения о важнейших вехах истории, к столетию возрождения народного имени. Эта книга была подготовлена Игорем Леонидовичем в связи с юбилеем к первому съезду хакасскому народу, где было принято как раз сегодняшнее название «Хакасы». И она подводит итог, обобщает результаты исследований многих ученых, в том числе и его отца Леонида Романовича, о содержании, значении этого названия. По словам Агоря Кызласова, в основу слова «хакас» заложены еще и древние особенности языка коренного народа. Об этом съемочной группе РТС он рассказал во время одного из визитов в республику. И поэтому это было принято как объединительное. Во-первых, это подчеркивало связь с предками. Причем это не была выдумка Степана Дмитриевича Майнагашева. Поскольку он был ученый человек, то он это нормально воспринимал. Но и хакасские съезды, они были массовые до того времени. Сегодня в правительстве региона состояло заседание специальной комиссии. С помощью тайного голосования было принято решение «Присудить Игорю Кызласову госпремию имени Катанова». Ее размер больше полумиллиона рублей. Действительно, Игорь Леонидович уделяет большое внимание республике, науке нашей. И в том числе просвещению массовому. Поэтому, безусловно, я думаю, он и еще внесет немалый вклад. И вполне заслуженно премия ему присуждена. Игорь Леонидович последний раз приезжал в Хакасию два года назад на очередные раскопки вблизи поселка Уйбад Усть-Абаканского района. Я провожу разведку, возможности обнаружить жилые поселения вокруг Ерминского храма и усилить восприятие, подкрепить археологическое восприятие Уйбадского города. Там очень большое городское поселение, центральная только часть которого, спланированная заранее, и город построен по проекту. Ученые, кстати, не перестают говорить о значимости родного языка, бытой и традиции национальных праздников. Ведь для чего проводятся эти праздники? Для того, чтобы мы осознавали свою причастность к своей родине, родной земле, гордились ею, ценили то богатое, то историко-культурное наследие, которым мы обладаем. Было бы символично вручить самую значимую премию Хакасии на самом лучшем республиканском празднике Тун-Пайрам. Когда комиссия утвердит эту идею, Игорь Козласов получит официальное приглашение. Этим мы завершаем обзор событий уходящей недели. С вами была программа «Семь дней» и я, Андрей Пахабов. Берегите себя.